Если бы эти планеты на момент взрыва уже сформировались и остались после взрыва, наверняка они лишились всех организмов, которые обитали на них. Из которых образовалась планета. Нам неизвестно, как появились планеты при пульсаре. Ни одна из гипотез не может их объяснить. Пульсарные планеты пролили свет на создание планет во Вселенной. Если пульсарные планеты возникли после взрыва Суперновой, то они важны, потому что указывают на то, что планета способна появиться и в недружелюбной, неожиданной обстановке. Не всегда нужны такие обычные компоненты, как газ, из которого возникла наша планетная система. И это здорово. Но если планеты уже существовали во время взрыва и не отдалились от звезды, нам нужно искать новые гипотезы. Получается, что при каких-то условиях планеты остаются рядом со звездой. Пульсарные планеты — это странно. Но нейтронные звезды или пульсары — тоже очень необычно. Плотность нейтронных звезд высока. У нее огромная масса на единицу объема. Как и у атомного ядра. В общем, будь у меня горстка песка, которая на самом деле часть нейтронной звезды, песок бы весил, как гора Уитни из хребта Сьерра-Невады в Калифорнии. Горстка весит, как гора. А ведро такого материала будет весом с гору Эверест, самую высокую гору на Земле. Ведро песка я подниму с легкостью. Но если бы тут была часть нейтронной звезды, мне ведь не по силам поднять Эверест. Вот насколько велика плотность нейтронных звезд. Есть два типа нейтронных звезд. Пульсары, которые быстро вращаются и излучают радиоволны. И магнитары, которые вращаются медленнее и излучают энергию магнитного поля. Магнитары встречаются реже, чем пульсары, а их магнитные поля самые сильные во Вселенной. Даже на Земле нет таких сильных магнитных полей, как на магнитарах. Можно провести параллель с катушкой Теслы. С ней экспериментировал Никола Тесла. Он искал способ передачи электричества в дома без участия проводов, передачи его по воздуху. У катушки Теслы огромное напряжение с полмиллиона вольт между шаром по центру и окружающей его клеткой. И эта прослойка — энергия. И когда электроны проходят сквозь воздух, она высвобождает чудовищное количество энергии, которое и видно во стучках. С магнитаром то же самое. Это энергия, которая видна в рентгеновском и гамма-излучении. Магнитары могут высвобождать огромное количество энергии. Не периодично, как пульсары, а через случайные промежутки времени. Что-то происходит с земной корой. Приверся в зиме. Магнитные поля накладываются друг на друга, высвобождается энергия и превращается в рентгеновское и гамма-излучение. Магнитары и пульсары — странные звезды. Но ученым попался еще более странный объект. Звезда одновременно похожая и на пульсар, и на магнитар. Орбитальная рентгеновская обсерватория Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok